кто-то не был значит мы дальше решили пойти таким путем я по-видимому сделаю 2 может быть 3 обзорные лекции в которых пытаюсь вместить очень много информации то есть сегодняшняя например обзорные лекции я полагаю что она вот как бы вот талмудического периода до конца средневековья я попробую рассказать вам развитие еврейской философии а на следующей лекции от начала нового времени и предположим до 20 века а если будет третья лекция то тогда значит то что происходило двадцатом веке еврейской мысли и по необходимости естественно то есть на самом деле это получается где-то с мистериальный курс я вмещаю в одну лекцию попробую это сделать поэтому вся эта информация она окажется такой очень сжатой и в каком смысле поверхностные но зато даст некое представление общее представление о том что собственно говоря происходило с тем что я назову еврейской философии мы еще сейчас поговорим по поводу самого этого термина и при этом ну вот сегодняшняя лекция может быть и следующая она будет разбита как бы на такие блоки своего рода небольшие примерно шесть блоков таких и наверное мы сделаем так что после каждого блока я дам вам возможность задать вопросы по тому блоку который мы с вами пройдем ну а дальше если в принципе эта тематика вам окажется интересная заинтересует вас или организаторов да это понятно что как по каждому из этих блоков можно сделать целый цикл занятий и поговорить более подробно о каждом из мыслителей которых я буду упоминать или о каждом явлении кота которым я буду говорить это уже дальше вопрос с одной стороны желание вашего с другой стороны каких-то таких вот организационных моментов ну вот это то что касается предисловия но и то что я говорил на прошлом занятие в качестве предисловия относительно схематизма я еще раз повторю моё кредо такое состоит в том что схема очень важна но надо понимать что эта схема схема не отражает целиком не исторического явления не какого-либо другого она является лишь схемой но без схемы невозможно подойти к познанию этого явления поэтому нужно осторожно с одной стороны ею пользоваться но пользоваться ею мне кажется нужно без нее сложнее ну хорошо вот теперь собственно говоря мы и начнем и первый такой блок тематический о котором мы поговорим это собственно говоря сама тематика что такое еврейская философия и взаимоотношения между традицией философской и монотеистической традиции иудиохристианские традиции которые на самом деле являются взаимоотношениями сложными и по сути дела вот этот наш блок он в каком-то смысле окажется основой для развития дальнейшего разговора значит если говорить о самом понятии еврейская философия то она может быть вы не слышите но она крайне парадоксальна что значит еврейская философия я что такое еврейская математика или еврейская физика еврейская биология то есть философия что такое философия философия это комплекс наук ну до поры до времени по крайней мере на в античном мире философия включает в себя ну все науки в том числе музыку астрономию все это философия. Весь комплекс наук о мире — это философия. Поэтому говорить о еврейской философии достаточно странно. То, что касается самой философской традиции, которая с точки зрения большинства исследователей, мы увидим, что не все еврейские мыслители так полагали, но она родилась в Греции. Сейчас мы про это поговорим. Как и за счет чего? И на определенном этапе, тоже как мы увидим, в том числе стала частью или каким-то образом вошла в еврейскую традицию. Но при этом чисто философией ее, по-видимому, назвать нельзя. Разве что были ребята, которые занимались философией. Но если они занимались вообще философией, то есть наукой, тогда это не еврейская философия, а просто философия. Но, тем не менее, существует целый ряд таких явлений, которые сегодня или, может быть, вчера, а именно при основании еврейского университета в Иерусалиме хотелось назвать еврейской философией. То есть были еврейские мыслители, о которых можно было бы сказать, что они являются еврейскими мыслителями. В каком вот смысле еврейскими? И здесь есть целая, есть на самом деле книжка, которая так и называется, что такое еврейская философия, Рафаэля Йошпы, где он представляет целый ряд таких методологических попыток определить, собственно говоря, саму эту сферу, что же это такое еврейская философия. Но, по-видимому, если я сейчас опускаю всевозможные мнения на этот счет, самое простое из них и самое адекватное, как мне представляется, это назвать еврейской философией, по сути дела, попытку соединения традиции философской, чисто философской, с еврейской традицией. Ну или философских текстов с еврейскими текстами. И в этом смысле еврейская философия оказывается в каком-то смысле не философией, а герминевтикой, то есть искусством истолкования одних текстов с помощью других и наоборот. Вот попытка навести мосты между философской традицией и традицией еврейской. И есть, собственно говоря, то, что, наверное, методологически правильно будет называть еврейской философией, оговаривает, что это, вообще-то говоря, ну как бы не совсем философия в чистом виде. При этом то, что мы увидим на протяжении этих наших двух-трех лекций, что, естественно, что каждая эпоха характеризуется своими философскими школами, новыми. Философия же развивается, как традиция. Ну и, соответственно, этому будет развиваться и еврейская философия. Одно дело истолковывать еврейскую традицию с точки зрения Аристотеля, а совсем другое дело истолковывать с точки зрения Канта. Это разные философии. Но и та, и другая, то есть попытка истолкования, она будет окажется с точки зрения этого методологического определения еврейской философии. Ну хорошо, теперь, значит, мы... Это было такое предисловие о том, что же это такое еврейская философия. Вроде бы мы как определились. И теперь, И, собственно говоря, зададимся вопросом, почему, собственно говоря, нужно истолковывать одно с помощью другого и в чем, собственно говоря, разница между ними. Не исключено, что я на прошлой лекции уже говорил об этом, но скажу еще раз. Сейчас буду менее подробно просто про это говорить. То, что из себя представляет монотеистический проект или мировоззрение, которое можно было бы назвать иудеохристианским, иудейским и так далее, оно состоит в том, что есть предположение о том, что есть некая сила, внеположенная миру. В отличие от языческой картины мира, лоскутной, где в мире есть множество разных сил, с которыми мы вступаем в взаимодействие, есть представление о том, что существует единая, внеположенная миру сила, которая, собственно говоря, определяет все, что в этом мире происходит. И в этом мире у меня есть Адам, а сам мир, условно, мы можем назвать Адама, Земля. И этот Адам, то есть человек, которого мы переводим человек, вообще хороший перевод, я уже, по-моему, предлагал в прошлый раз, называть его земляком, потому что он взят из земли, он земляк, земеля, поэтому Адам, так лучше его переводить. И вот этот взятый из земли Адам, он тоже находится в этом мире, который определяется вот этой самой единой силой. У этого мира есть цель, есть определенного рода сюжет, если можно так сказать, сюжет развития этого мира. Сюжет развития этого мира вкратце, сейчас не буду подробно говорить, вкратце он состоит в том, что Адам должен соединить небесный мир с земным, то есть он является посредником между Адамой, между землей и небом, и должен их каким-то образом соединить. Это соединение является своего рода, его прообразом является Эдемский сад. И соединяя небо с землей, человек как бы возвращается вот в это идеальное состояние, состояние Эдемского сада, а может быть даже и в состояние превосходящее, то, которое описывается как состояние Эдемского сада, состояние полного, в этом смысле мир, целиком оказывается миром добра, в нем отсутствует деление на добро и зло, и вот мы все там оказываемся. Такой, если совсем кратко, такой сюжет, который реализуется в рамках вот этого самого монотеистического проекта, тогда человек или Адам, или земляк, земеля, он оказывается героем этого сюжета, и его задача состоит в том, чтобы этот сюжет реализовать. Вот, собственно, если совсем коротко, такая история. Она справедлива для любой монотеистической религии, и в христианстве, и в исламе, задача остается той же. Схематически это выглядит точно так же, а вот способы решения, они разные. Но про это мы говорили в прошлый раз, сейчас и об этом распространяться мы не будем. Может быть, по ходу нашего разговора мы затронем вот эти различные стратегии того, как же решается эта задача, и как реализуется этот сюжет. Это монотеистическая картина мира, в которой, если мы зададимся вопросом, например, вот этот человек, этот земель, он интересуется тем, как устроен мир. Там, предположим, откуда, почему идет дождь, какая земля круглая или квадратная, что там со звездами у нас, как дело обстоит, почему они светят, и надо ли их исследовать. Как вы думаете, задается он таким вопросом или нет? Почему? Задается, если задается. Мне больше нравится ответ «вряд ли». Действительно, что ему задаваться этим вопросом? Если у него есть раун, значит, он интересуется. А если вот так схематически смотреть, то, что вы понимаете, когда есть раун, значит, он не интересует, он как животное. Почему как животное? Он интересует совершенно не как животное. Он нормальный, вот, например, актер, он интересуется тем, как создано произведение автором или так далее. Пытается переписать, зависит от актера, но это сегодня такие актеры. Но вообще изначально это не обязательно, что у него нет разума. У него есть свой собственный разум и свой собственный талант и свои собственные силы. Для чего? Для реализации этого самого сюжета. Если я начинаю исследовать мир, то непонятно, для чего это нужно. Ну, то есть, мне может в голову не прийти, что значит «идет дождь». Ну, «идет дождь» и «идет дождь». Почему я должен задавать этот вопрос? Если я смотрю на мир как мир, имеющий определенную цель, определенную задачу, у меня эта задача есть, как как раз у разумного существа. Решение этой задачи, в частности, может потребовать от меня, ну, в том числе изучить звезды, может быть. То есть, предположим, в ходе реализации сюжета мне нужно переправиться через реку. Тогда я думаю, как это сделать. Я делаю лодку там и так далее. Все, я инженер. Но я делаю это не для того, чтобы понять вообще историю про реку или про дерево. Почему дерево, например, не тонет и так далее. Меня эти вопросы не будут интересовать. Меня будут интересовать совершенно практические вопросы. Я его могу решать с помощью в том числе каких-то познаний. Ну, хорошо. Это то, что касается вот этого человека, глядящего на мир глазами монотеиста. Так его назовем. Совершенно другая картинка нам представляется в традиции греческой. То есть, греческая философия, она как раз рождается на самом деле за счет одной очень простой вещи. Она, с одной стороны, простая, нам кажется сегодня простой. С другой стороны, она не такая простая. Сегодняшняя, например, философия прекрасно понимает всю непростоту этого. А именно, человек как бы вынимает себя из мира. Вот мир. Человек себя вынимает из мира. Занимает по отношению к миру созерцательную позицию. То есть, занимается как бы рефлексией по отношению. То есть, если рефлексия — это отражение. Вот он занял эту позицию созерцателя и наблюдает за миром. Ему интересно, как все устроено. Что, как, чего, почему. У него начинают появляться разные сферы в этом мире. Какие-нибудь физика, предположим, психология или логика и так далее. Можно перечислить трактаты Аристотеля. Они как раз говорят об этом делении. Она дисциплина. То есть, я начинаю изучать мир. Я представляю себе сам такую ситуацию, что я могу, я в этом смысле не являюсь как бы, я забываю о том, что я часть этого мира на какое-то время. А может, и всегда. Забываю, да, я себя забываю об этом. И вижу себя как бы зрителем. То есть, если этот человек монотеистического проекта, он является героем сюжета, то этот человек является читателем, зрителем, наблюдателем. Ну, постепенно, может, и автором, конечно, начать претендовать на авторство. У него тоже могут такие возникнуть желания, поскольку он в каком-то смысле понял, как все это устроено. Но его задача, она в чем состоит, его задача? Ну, она как бы и нету такой какой-то специальной задачи. Да, то есть, дальше можно думать, он уже будет думать о том, вот мир устроен так, а какая же у меня задача? Начнет размышлять этот человек сам начнет размышлять без относительно того, что у него есть определенного рода сюжет. Здесь сразу же можно добавить еще один очень важный пунктик. А именно, в тот момент, когда я занимаю позицию наблюдателя по отношению к миру, и вообще у меня рождается вот такая, собственно говоря, такая возможность мышления, взгляда со стороны, то я почти автоматически могу взглянуть со стороны, ведь и на себя тоже, на себя, который смотрит и наблюдает за миром. Правда же? То есть, у меня немедленно оказывается не одна позиция, а сразу две. Я уж не говорю про дальнейшее, может и дальнейшие возникнут, да, но точно две. Я смотрю на себя, как на человека, который рассматривает этот мир. И что же я вижу, когда я смотрю на себя? Я смотрю, что у меня в моем, так сказать, разуме возникает картина мира, в каком-то смысле более правильная, чем то, что я вижу в реальном мире. Она как бы лучше. Ну, все стройнее, потому что что-то здесь не сходится, что-то там не сходится. А здесь у меня все сходится. И все прекрасно. И тогда, по сути дела, вот эти две позиции, они характеризуют то, что можно было бы назвать двумя основными направлениями развития философии. Я сейчас говорю как бы очень мультяшно и схематично, но, по сути дела, это так. Одна из них является платонической традицией, а другая является традицией Аристотеля. Аристотелическая традиция больше ориентирована на мир и на его изучение, а платоническая традиция больше ориентирована на мир идей. А где этот мир идей обретается? Он обретается у меня. Я смотрю на мир. Естественно, что возникает вопрос, и чуть позднее он станет очень острым. Могу ли я вообще представить этот мир? Ведь это же я его изучаю. Значит, представление мое о мире, оно является не объективным, а зависящим от моего взгляда. Значит, может быть, вообще-то говоря, весь мир является продуктом того, что я вижу. Но это, собственно говоря, и есть попытка сведения туда или сюда. И вот история философии будет двигаться то в одну сторону, то в другую, то в сторону идеализма, так мы потом будем это называть, или в сторону материализма. Но в любом случае отличие вот этой схемы от вот этой схемы, мировоззренческой, оно кажется непреодолимым, на первый взгляд. Этот человек — герой книжки, герой сюжета. Этот человек — читатель этой книжки, который ее рассматривает. И в этом смысле возникает напряжение между вот этими двумя взглядами на мир. Это напряжение и есть то, что называют исследователями, называется Иерусалим и Афины. Такая проблематика. Афины — Иерусалим. Афины — это греческое мышление с вот этим, с рефлексией и с рождением наук, наук разного рода дисциплин. А вот эта схема, эта схема, которая называется Иерусалим. И первый, кто об этом таким образом сказал, это один из отцов церкви, Тертулиан. Но его текстик мы прочтем позже. А сейчас мы давайте с вами прочтем текстик Эриха О'Ирбаха, литератороведа, не философа, который пишет книжку «Мемесис», посвященную двум истокам литературной традиции западной. Один из этих истоков он видит в греческой литературе, а другой как раз в библейской. И его текст, несмотря на то, что он литературовед, он очень точно характеризует то, о чем я пытался сейчас сказать. Он ухватывает эту идею очень, с моей точки зрения, точно. Трудно представить себе большую стилистическую противоположность, чем между этими двумя текстами. Он рассматривает фрагмент из Одиссеи Гомеровской и принесение в жертву Исаака Авраамом. Вот эти два текста он сравнивает. «Оба древние и оба эпические. В одном у Гомера законченный и наглядный облик ровно освещенных, определенных во времени и пространстве, без зияний и пробелов, соединенных между собой явлений. События совершаются неторопливо, с расстановкой, без большого напряжения. В другом, в Торе, из явления выхватывается только то, что важно для конечных целей действия. Все остальное сокрыто во мраке. Подчеркиваются только решающие кульминационные моменты действия. Все находящееся между ними лишено существенности. Время и пространство оставлены без определения и нуждаются в особом истолковании. Мысли и чувства не высказаны. Их подсказывают нам молчание и отрывочные слова. Действительно, мы в самой истории принесения в жертву Исаака почти не слышим героев. Мы не видим пейзажа, который их окружает. Мы можем это домысливать, но в самом тексте ничего этого нет. Ну и Ауирбах делает вывод. Такой, очень правильный. Рассказы священного писания не рассчитаны, как гомеровские повести, на то, чтобы снискать наше расположение. Они не льстят нам, чтобы понравиться и покорить своим волшебством. Им нужно поработить нас. Я подчеркнул это слово, у него это не подчеркнуто. Библейский рассказ стремится не заставить нас на несколько часов позабыть о нашей собственной действительности, что происходит с нами при чтении Гомера, а поработить нас, что означает, что мы должны включить в мир сказания нашу действительность и нашу собственную жизнь. Должны почувствовать себя кирпичиками всемирно-исторического здания, которое возводится писанием. То есть стать героями этого представления. Это повествование совершенно иного типа. Если Гомер нас высаживает, мы сидим, все видим, все прекрасно наслаждаемся, как раз занимая вот эту позицию наблюдателей. Он нас развлекает, он нам показывает что-то, мы оцениваем, да, хорошо, плохо, ну и так далее. То есть сравниваем, это похоже, это не на правду или не похоже на правду. Здесь ничего этого нет. Этот текст, он как бы включает меня и говорит, все, давай, ты как бы часть этого сюжета, ты герой этого сказания, и значит, тебе нужно что-то делать. Этот текст, который, по сути дела, мной начинает руководить. Но дело может быть и не в самом тексте, да, а именно вот в этой мировоззренческой позиции, которую я пытался сказать. Вот это напряжение, оно и есть, собственно говоря, напряжение между двумя вот этими традициями. Философской с одной стороны, с другой стороны, иудеохристианской. И напряжение, которое определяет развитие всей средневековой, по крайней мере, философии, христианской, исламской и иудейской. Потому что представители каждой из этих конфессий, они, вообще-то говоря, изначально находятся вот в этой мировоззренческой позиции, а на каком-то этапе им приходится иметь дело с вот этой, и нужно что-то, ну как бы, что-то с этим поделать, да, то есть как-то, каким-то образом эту позицию соединить с монотеистической. Если говорить о христианской традиции, то я уже, по-моему, говорил это в прошлый раз, то христианская традиция почти сразу обращается к греческим текстам и к философии. Я говорил по поводу того, почему это происходит. Это происходит, потому что христианский проект, в отличие от иудейского, является проектом миссионерским, то есть необходимо на самом деле распространить это на всех, в отличие от иудеев, у которых проект является проектом определенной группы, которая реализует этот сюжет в христианстве. Этот проект является универсальным, и каждому нужно объяснить, что наш проект правильный. И христианство поэтому берет на вооружение все то, что было сделано до этого в рамках греческой философской традиции, как определенный инструмент, инструмент убеждения, инструмент апологии вот этой картинки мира. И на путях вот этой апологии используют все те наработки, которые были созданы философами. Заметим, что когда я использую вот это для апологетики, для защиты собственно говоря религиозной монотеистической доктрины, я перестаю быть философом. Правда же? Я уже не философ. Я использую то, что ребята сделали, например микроскоп, для того, чтобы доказать, что все так, как я говорю. Вот смотрите, при этом не все отцы церкви были за то, чтобы пользоваться вот этим самым философским наследием или философскими инструментами. Я уже назвал Тертулиана у вас на другой стороне. Если вы перевернете, там есть текст Тертулиана, который пишет следующее. «Итак, что же сходного между философом и христианином? Учеником Греции и учеником неба». Видите, ученик Греции и ученик неба — это вот эта картинка. «Между домогающимися славой и ищущими спасения». «Домогающаяся слава» — это кто? Философы, ищущие спасения. Это христианин. «Между мудрецом на словах и мудрецом на деле». «Мудрец на словах» — это Это философ, мудрец на деле — это христианин. Между строителем и разрушителем, понятно, кто есть кто. Между другом заблуждения и врагом его. Между тем, кто осуществляет подлог истины, и тем, кто ее восстанавливает и выражает. Между ее расхитителем и ее стражем. Вот у нас, собственно, он дает характеристику философов. То есть она убийственная. Философы — это те, кто жаждет славы, те, кто предают истину, те, кто на самом деле нас отвлекает от всего. Тезис его такой, что если убрать сам пафос того, что философия нас уведет не в ту сторону, он, помимо всего прочего, говорит своим братьям-апологетам, не пользуйтесь этим инструментом. Он опасен. Возьмете микроскоп, увлечетесь, начнете считать количество ножек у сороконожки вместо того, чтобы реализовывать проект. Это то, к чему вас все это приведет. По сути дела, он, когда критикует философию, он параллельно или, наоборот, последовательно, но, во всяком случае, с тем же запалом он критикует, например, и театр. И на самом деле есть связь между философией и театром. Почему есть связь? Потому что театр — это что? Это место зрелища, место действия. Это, собственно говоря, эта позиция и есть. Когда мы сейчас читали про Гомера, он нас высаживает куда? Он, по сути дела, предлагает нам своего рода квазитеатральное пространство, где нас высаживают в качестве зрителей, перед нами что-то такое происходит. Поэтому философия, она в каком-то смысле является проектом, если хотите, театральным, который весь мир передо мной в качестве некой пьесы представляет. Забывая о том, что я, на самом деле, являюсь, вообще-то говоря, главным героем этой пьесы и должен быть на сцене, а не в зале смотреть, как там что-то разворачивается. Поэтому Тертулян, критикует философию, критикует и театр одновременно. И это очень логично и понятно. Если говорить о еврейской культуре, то, наверное, два слова можно сказать о филоне Александрийском. И вообще, может быть, об Александрийском еврействе, которое было весьма эллинизированным. Это у нас рубеж нашей и новой эры. И Филон Александрийский, беря за основу философию Платона как раз, философию, в которой идеи важнее, чем реальность. Реальность является отражением, слабой тенью этих самых идей. Он пишет целый ряд трактатов, где пытается интерпретировать Писание с помощью вот этих платоновских идей. Ну и у него, например, история изгнания человека из Эдемского сада описывается как некая психологическая история. И многие герои Писания оказываются частью человеческой души. Например, изгнание из райского сада — это соблазнение разума чувствами. Чувства соблазняют разум. Чувства — это женщина, разум — это мужчина. И вот происходит такая история. Ну и многое другое он интерпретирует вот таким вот образом. Его метод интерпретации называется аллегорическим, или можно сказать аллегорезой. Вот с помощью этой аллегорезы он интерпретирует Писание и является чрезвычайно важным автором, но как это ни парадоксально, не еврейской традиции, а христианской традиции. Еврейской традиции он не сыграл какой-то серьезной роли, он остался маргинальной фигурой, он писал на греческом языке. И с точки зрения исследователей, примерно до конца XIV века еврейские мыслители, которые, сейчас мы перейдем к тому, как они обратились все-таки к этой традиции, они не знали ничего о Филоне Александрийском. А христианская культура воспользовалась именно его методом для аллегорического прочтения Писания, потому что для христианской культуры этот метод оказался очень важным. Сейчас не буду распространяться почему. Это у нас, возможно, заняло у меня больше, чем 15 минут, но это у нас первый блок по поводу того, что такое еврейская философия. И, собственно говоря, конфликт между традицией иудео-христианской, с одной стороны, а с другой стороны, философской. Если есть вопросы на этом этапе, я отвечу. Я так понимаю, когда создавалось христианство, оно именно как консолидация Иерусалима и Эфима произошла, правильно? Двух и сход-концепции произошла она? Консолидации в том-то и дело, что не произошло, как мы видим на примере Тертулиана. То есть конфликт чувствовался. Произошла не консолидация, а использование вот этого философского настроения, греческого, своего рода технология. Мы берем технологии, но не занимаемся этим. Мы не будем заниматься философией дальше. Берем технологии как способ апологетики нашей собственной доктрины. Ну, а кто-то не понимает, что она опасная. А Тертулиан кричит, смотрите, вы берете за то оружие, которое потом вас же и погубит, говорит Тертулиан. Ну, правильно, говорит, потом будут голоса в последующем, которые будут подтверждать это. Ну и, собственно говоря, в этом будет конфликт. Этот конфликт будет называться чуть позднее вопрос о том, кто является чьей служанкой. Философия является служанкой теологии или теология является служанкой философии? Он так будет в средние века в христианской схоластике звучать. Именно таким образом. Ну, философия же вообще греческое слово. Ну да. Не еврейское, конечно. Это главный субъект и отношение. Понятно, но, например, то, что это греческое слово, оно никак не меняет отношение к нему. В христианской традиции, у которой, по сути дела, Септуагин, тоже на греческом написано, так что все нормально в этом смысле. София — прекрасное слово, мудрость. В ней ничего такого нет предосудительного. А то, что предосудительное видит Тертулиан в этой картинке, это то, что я сказал. То есть это просто другой взгляд на мир и другое отношение к миру.